Добрый день, дамы и господа! Предлагаю вам проверить ваш глазомер. Попробуйте определить дистанцию от нас до кромки леса. Попробуйте определить по картинке из монитора. После этого попытайтесь это сделать через окуляр прицела. Музыка Определили? Дистанция до кромки леса 327 метров. Вот если вы определили правильно, поздравляю, у вас отличный глазомер, вы с трофеем. Ну а если есть погрешность в 30-40 метров, то бегаем полночи и впоследствии едим сайру из банок. У меня в руках новинка от концерна Пульсар. Пульсар Диджисайт Ультра Н455 ЛРФ. Аббревиатура ЛРФ говорит о наличии встроенного дальномера. Сказать по правде, я его ждал. А особо меня интересовал именно вот этот узел, именно встроенный лазерный дальномер. Сама Ультра нам знакома. Вы проголосовали за нее своим рублем. Недовольных я пока не встречал. Новая Ультра, в отличие от предыдущей модели, получила новый легкосплавный магниевый корпус. Естественно, встроенный дальномер и новый фонарь. Теперь, который располагается с другой стороны и крепится на элемент питания, на аккумуляторную батарею. Он легко демонтируется. И мы видим вот такой крепеж. Хочу обратить внимание. При покупке запасной аккумуляторной батареи смотрите на наличие этого крепежа. Также легко он устанавливается в исходное положение. Фиксируется. У фонаря новая юстировка. Как это происходит? Мы ослабляем тумблер. При помощи движущейся головки фонаря выбираем вектор, который нам нужен. На коротких дистанциях это не так актуально. Но на более длинных вы это оцените. Мы выбрали положение фонаря и зафиксировали. Все. Фонарь у нас стоит как монолит. В прицеле полный арсенал опций, которые предоставляет нам концерн Пульсар на сегодняшний день. Перечислять их не вижу смысла. Мы это делали не раз. Мне сейчас интересен именно дальномер. Насколько он честен, насколько он удобен и применяем. Попытаюсь протестировать его и донести все это до вас. У меня свои требования к дальномерам. Ну давайте попробуем. Перед тем, как отправиться в леса поля, надо понять, насколько корректны показания дальномера. Насколько он честен перед нами. Вот спидометр моего автомобиля говорит не о том, что мачты городского освещения на данном участке дороги расположены в среднем через 50 метров. Более точный промер дальномером показывает, что мачта, вот этот столб и соседние расположены на 47 метрах. Сейчас посмотрим, что нам скажет прибор. Как вы понимаете, делал я это неоднократно и не только на столбах. Вот расхождение ультры, дальномера ультры с моим дальномером всегда в один метр. Осталось только, наверное, с линейкой пробежаться. Второй этап, который меня интересует, это маломерная цель и дистанция, на которой мы с вами сможем работать с этим прицелом. Не хочу тратить ваше время, начну сразу там с 200 метров. У меня есть маломерная цель, это чайка, вот такая вот. Сейчас я ее установлю и попробуем. Наша мишень находится на расстоянии около 200 метров. Посмотрим, что покажет прибор. КОНЕЦ Прицел показал 199 метров. Сейчас проверяем другим дальномером. Вы знаете, а мне затрудительно сделать это при помощи моего дальномера. Вот у кого они есть или были подобные дальномеры Сваровских, Мишень для него маломерна. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рабочая дистанция для дальномера обозначена какой-то там запредельной цифрой. Я вот даже не знаю, как смоделировать ситуацию. Выгнать лося на байкальский лед не имеем возможности. Давайте я сейчас попробую на разные дистанции промерить. Посмотрим, что получится. Вы все видите? Небольшое отступление. Знание точной дистанции до цели – это один из самых важных факторов. Это залог удачного выстрела. Это аксиома, это не требует доказательств. Когда мне говорят, что я стреляю в крест и на 50, и на 100, и на 150 метров, я говорю, оставьте эти разговоры для форума. Стрелять-то мы так можем. Правда, попадаем не совсем туда, куда хотелось бы. Ну, вот так, для наглядности. Возьмем мой карабин. Средний калибр нарезного оружия. 308-й винчестер. Мой боеприпас – пуля «Лапу Омега» – 11,7 грамм. Я знаю наизусть траекторию и баллистику этого снаряда. У меня много лет на прикладе подсказка висит. У меня есть данные в телефоне. У меня есть куча справочников баллистических. И все это мне говорит, что если я пристреляю карабин, свой карабин, этим боеприпасом на 100 метров в ноль, на 100 метрах она придет точно в цель, а на 200 метрах просядет на 17,5 сантиметров. А если уж я замахнусь на 300 метров, то там падение моей пули будет аж почти 63 сантиметра. И это… То есть как? Я стреляю по холке, а приходит в ливер. И это мы говорим еще про большие мишени, а существуют маломерные мишени. И это мы говорим про идеальные условия, когда вот все комфортно, вымерились, выстрелили. А лес носит свои поправки. Там не всегда комфорт можно достигнуть. Кроме того, ночь, она тоже вносит свои поправки. Где-то она отдаляет, где-то она приближает, у всех по-разному. И вот тогда действительно начинаешь ценить дальномер. Следующий этап. А как работает дальномер по движущейся мишени? Давайте смоделируем ситуацию, посмотрим. Есть у нас вот такая мишень. Понимание вопроса есть. К бобрам сходим, они подтвердят и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!